привет ребят рада вновь вас видеть пишите конечно же свои вопросы как обычно да и сегодня ребят у нас с вами такая тема над правду во лжи и она не просто так появилась естественно она появилась уже давно но я ее как бы с разных сторон с разных позиций с вами обговаривала обсуждала какие-то моменты мы с вами проговаривали и наверно как на каком-то вот на таком налайте всегда тут так получилось на сегодняшний день меня вновь определенные исследования идут исследования как меня так и других людей и я тут была в клинике даже не в клинике наверное как сказать была в большой клинике и в операционном блоке в операционном блоке и наблюдала такую картину девушка девушка молодая и у нее заболевание заболевание крови которая передалась половым путем половым путем от ее избранника от ее любимого человека и у нее это вызвало у нее был определенный аллерген в ее теле и вызвала определенную реакцию определенная реакция химическая которая вызвала такие очень глубокие последствия и как чтобы докопаться до этой проблемы естественно поговорили с ней поговорили с родственниками поговорили с ее мужчиной и даже проверили что у них находится в квартире чтобы узнать что вообще происходит с организмом то есть я была в исследовательском таком блоке и он как раз тогда признался то есть он сидел во врачебном кабинете и когда начали говорить делать предположение может быть такое-то анализ такое-то заболевание такое то есть чтобы вообще понять от чего лечить нужно понимать какое идет заболевание и есть были несколько заболеваний которые симптомы симптомы связаны но в той среде она не могла этого получить и тогда он во врачебном кабинете сказал да я был в командировке я про эту командировку не сказал в командировке у меня была связь командировка была далеко очень очень далеко за рубежом и наверно как совдепи я говорю да за рубежом и тогда когда уже было определено какое у нее заболевание и было понятно что на данный момент печень уже находилась внутренние органы отказывали уже практически ну не практически они уже отказывали у нее было на времени всего сутки там уже никакая перед и в принципе когда уже есть определенная когда же печень в определенном состоянии то донорскую пересадку уже никто не даст делать то есть донора уже не дадут есть большая очередь на других пациентов так скажем и он тогда сказал он крит я горит ей сейчас перед смертью хотя бы расскажу что вот я вот я изменил вот у меня было вот это было вот это и и тогда это я вам все прям скомкано так говорю да и тогда нами не маленькая группка это есть хирургов профессоров я там немножечко поприсутствовала было принято решение естественно вместе с ним это все обсуждалось что в данной ситуации если он это расскажет то это будет его правда то есть он как сольет свою душу сольет свой грех как бы ну образно да говорит говоря на нее а ей в тот момент зная что ей осталось жить 24 часа как вы думаете человеку нужна вот такая правда это же правда ведь многие гонятся за правдой что нужно человеку в этот момент вот это правда чтобы она умерла с тем что ее любимый человек захотел другую женщину что ее любимый человек захотел каких-то других эмоций которых она ему не могла дать и думаете перед тем как ей осталось жить 24 часа она бы это хотела услышать или взять например его что он хотел сделать в этот момент он хотел сделать ей чтобы она узнала правду вот такой вот молодец я тебе сейчас расскажу и ты умрешь с правдой ты же хотела правду все же гонятся за правдой нет и ему тоже не хотелось эту правду говорить ему важна была неправда если бы он знал что она выше ведь не факт бы что он сказал потому что это правда сломает его какую-то грань а здесь он понимает что он просто как как облегчится ну вроде как я все сказал я чист перед тобой я у меня не было никаких к тебе от тебя секретов и вот ты ушла я тебя до последнего любил вот я сделал такую вот такой момент глупость не глупо сейчас это дело даже не в оценке я же вам не про оценку говорю а про сам факт так вот как вы думаете когда нужна правда нужна ли правда и когда человеку говоришь вот ты так живешь когда я себе давайте даже не про человека давайте про меня когда я себе говорю вот я так живу кто в этом виноват конечно я могу себя пожурить искать да это я виновата да это все это я все понимаю не понимаешь если тебе что-то не нравится в том что как ты живешь ты никогда себя не будешь жалеть потому что в смысле что значит жалеть у тебя даже такого понятия уже само в самом себе не будет как жалость потому что ты четко понимаешь что у тебя есть вот такие вот жизненные процессы потому что ты делаешь вот это это и это и это нет жалости это не из-за того что я могу или не могу вообще в человеческом мире нет понимания могу нет понимания могу это сделать или не могу не подходящая ситуация неподходящая погода неподходящие климатические условия много-много всего не подходящего. Не бывает. Ребят, не бывает. Как бы вы себя не оправдывали, это всего лишь очередная ложь самому себе. И вот пока вы не прекратите врать самому себе, вы никогда не найдёте правду. Как вы не можете найти правду? Откуда она возьмётся, если в вас её нет? А что такое правда? Когда вы можете познать эту правду? Когда вы становитесь перед самим собой, тотально этой правдой. Когда вам не нужно будет уже вилять и что-то придумывать. Почему вот так? А почему вот так? А почему вот здесь вот это? Тогда вы будете чётко понимать. Вот у меня здесь вот так вот, потому что вот так вот. То есть я понимаю, что у меня есть определённые обязательства перед определёнными людьми. В первую очередь эти обязательства разве перед людьми? В первую очередь эти обязательства передо мной. Потому что заведомо, зная, что если я буду сотрудничать вот с такими людьми, вот такого социального масштаба, уровня, назовите как хотите, я уже предполагала, что я должна буду сделать, как я должна расшириться для того, чтобы сделать вот такое вот определённое действие. И когда, если я себе говорю, что я не успеваю, то я не успеваю только лишь потому, что я просто не успеваю. Там нет, не ищите никогда каких-то глубинных смыслов, где их нет. И у меня сейчас есть такой момент, когда я не успела сделать определённое действие. Оно несложное. Оно даже не занимает много времени. Но я своё время потратила на изучение ЦНС. Я не говорю, что какое-то дело, оно более важное. Да нет никаких важных дел. Нет никаких более глобальных. Есть просто то, что на данный момент тебе интереснее по каким-то своим причинам. И ты этот интерес можешь зашить очень глубоко и очень далеко и очень надолго, оправдывая себя тем, что ну вот мне это надо. И здесь я тоже понимаю, мне это надо или не надо. Но если я взяла на себя определённые обязательства, то я понимаю, что перед тем, как взять какие-то обязательства, я понимала, что я должна дойти до этой точки, чтобы у меня было вот это, это и вот это. И если я вот это поменяла на что-то другое, то я здесь не ищу какой-то подвох. Я просто понимаю, если я захотела ещё сделать вот это, хотя мне нужно идти вот этим путём, то это только мои проблемы. Хочешь, расширь себе сутки в 25 часов и во сколько-то. Не надо спать, если ты хочешь вот это. Ты должен сам понимать, ты должен полностью брать ответственность на себя. И это и есть правда. Вот это есть правда, когда ты становишься правдой. А то, что ты хочешь перед кем-то быть более правдивым и более честным, это не работает. Никогда не сработает. Когда ты хочешь по правде признаться кому-то в каких-то своих действиях, это не про правду. Это про слитие своей ответственности на того человека. Вот я тебе по правде сказал там про измену. Вот я тебе по правде сказал, что мне это не нравится. Вот я тебе по правде сказал там еще про что-то. Ты это говоришь для чего? Чтобы слить с себя вот эту вот сральню, чтобы она с тебя сошла. Нужна тому человеку она или нет? Это уже другой вопрос. Даже если человек себя пятками в грудь бьет, что мне это надо, мне обязательно нужно узнать. Это его эмоция и никогда не лезь туда, с чем она связана. Просто можешь ее принять или не принять. Это уже твое. Вообще не важно, с чем это связано. Абсолютно не важно, почему человек тебе, от тебя хочет получить какую-то правду. Ему твоя правда не нужна. Ему нужно разобраться с собой. А то, что ты ему хочешь дать свою правду, тогда задумайся, а почему ты ее хочешь дать? Почему ты хочешь ее слить? Ведь только если ты являешься тотальной правдой, тебе не нужно никому рассказывать и доказывать, тебе ее не нужно кому-то выносить. Ты становишься просто пропитан этой правдой. Ты и есть эта правда. И когда ты есть эта правда, то для тебя теряет всякий смысл кому-то рассказывать ее. Потому что рассказывать, морю рассказывать, что оно море, не надо. Оно просто море, оно просто есть. И когда ты становишься правдой, тебе не нужно рассказывать, что ты есть такой истинный и правдивый. Ты просто есть. И каждый другой примет тебя, каким бы ты ни был, какой бы правдой ты ни был, он просто тебя примет, либо не примет, с позиции своего мира. Но никогда с позиции моего мира меня никто не примет. Потому что мой мир всегда будет только моим. И только когда человек становится единым целым с пространством, тогда мы объединяемся. И все. И в этом находится вся вот эта простота. простота. Просто. Пророст. Пророст про правду. Другой правды не существует. И когда вы ищете где-то правду, в каких-то гуру. Задавайте себе всегда вопрос, а зачем вам правда других людей? ведь только прийти к правде самого себя вы познаете всю правду этого мира. Просто попробуйте. Ребята, я вас благодарю, что были со мной. И сегодня такой вот коротенький эфирчик. Вопросов нет? Вопросы пишите под видео. Если будет кому-то интересно, то обязательно пишите. И мы обсуждали в закрытом клубе такую очень интересную тему про то, что у нас есть две два кровотока. Один, который циркулирует у нас в центральной нервной системе, другой в другом, в Италии. То есть у нас мозг и тело они не связаны даже физиологически. И гематоэнфоцефалический барьер это специальная клеточная структура, которая защищает наши нейроны от нежелательных воздействий. и также имеет функцию некой пограничной зоны, где происходит жёсткий отбор веществ. И это то, что мы как раз обсуждали в закрытом клубе. И мы будем продолжать это делать, чтобы если не получается на состоянии чувствования выйти в осознание, в пробуждение, то тогда мы пойдём через науку. И когда вы будете понимать, что происходит с вашим телом на научной платформе, то есть с этого момента тоже можно зайти и понять, как работает наш аватар, как работает наше тело, чтобы понять, как происходят те процессы, которые мы можем прочувствовать своим телом. Через какой капилляр, через какую клеточку, через какую мышцу, через какое сухожилие. да. И, конечно же, мы это будем глубоко раскрывать на ретритах. И ретриты, ребят, я ближайшие отменила, потому что я просто не успеваю, физически не успеваю. И у меня много обид, потому что будут ближайшие ретриты на Алтае и на Байкале, и мы туда берем не всех. И вот как раз в связи с этим пошли такие немножечко у некоторых людей обиды, но я думаю, что они их проработают обязательно, не просто так они слушают и смотрят меня. Там всего несколько мест осталось, но сразу же говорю, что этот ретрит они будут отличаться очень сильно. И я беру не потому, что вы какие-то глупыши или еще что-то, а я беру, чтобы действительно если человек готов, если у него его молекулярная структура и его кристаллическая решетка готова к этому прессингу, потому что там будет жестко, там будет жесткая пересборка. Вот. Кто готов? И это не через обиды, это через благость к вам, потому что я хочу, чтобы вокруг меня были только сильные, крутые люди. И так оно и есть. Вы у меня сильные, крутые. Я вас обнимаю. И, конечно же, можно каждый марафон, который у нас уже проходил, кто не мог в нем участвовать, они есть все в записи, все контакты под видео. Пишите, ребят. Каждый может воспользоваться тем, что ему по сердцу, что ему срезонирует. А я вас всем благодарю, что вы со мной, что вы мне не даете скучать. срезонирует. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok